и господа с вами картина тиви вопросы и ответы и я ее постоянный автор и ведущий юрий тэнман поводом для сегодняшней встречи стало обращение одной из наших клиенток о том что к сожалению несколько раз повторить операцию она так и не смогла запустить у себя youtube бывает это крайне редко случается такие варианты где-то вкралась ошибка и как ее исправить и как запустить youtube да и не только для этого мы сегодня поговорим о том как начать все сначала то есть сделать полный сброс приставки и вернуть ее фабричное состояние для того чтобы как новую с нуля загрузить ее всем необходимым и чтобы убедиться в том что все у нас работает и в том числе и youtube сброс настроек делается в том случае если проблема не решается простыми путями да и вообще иногда правда это редко но имеет смысл сделать сброс настроек для того чтобы обновить все что есть приставки восстановить ее первоначальный вид и это всегда хорошо но делать это нужно не часто и не всегда обязательно знаете как говорят в америке если что-либо работает то лучше не трогать если у вас все работает хорошо то никакой сброс не потребуется но если все-таки он нужен то вперед и так как сделать полный сброс настройки приставки дева друзья мои прежде чем начать делать этот сброс вы обязаны произвести одну простую операцию вам нужно перевести пульт с режима bluetooth на режим инфракрасного излучения я не буду вдаваться в подробности о том что такое bluetooth подключение или что такое инфракрасное скажу только что если вы приобрели приставку принесли ее домой и настраивали ее автоматически по решениям которые вам предлагала непосредственно руководство по установке внутри приставки когда вы ее подключаете у вас появляется надпись на экране нажмите любую кнопку для обнаружения пульта то у вас на 99 процентов из 100 пульт всегда будет подключен по bluetooth страшного в этом ничего нет кроме одного небольшого недостатка кстати для кого то может быть и существенный дело в том что bluetooth подключение великолепно и грамотно и хорошо лишь для тех у кого телевизор висит на стене для этих людей важно запихать коробку за телевизор так чтобы интерфейс даже не был виден снаружи и тогда это эстетично женщины особенно в доме не любит лишние шнуры не надо тащить шнур по стенке чтобы опускать коробку на тумбочку но если у вас телевизор стоит на подставке а приставка стоит под телевизором на тумбе или где-то даже под стеклом в тумбе то вам абсолютно не нужен bluetooth режим работы пульта и беда bluetooth не в том что он работает хуже или лучше он работает великолепно а беда в том что bluetooth довольно быстро съедает емкость ваших батареек поэтому вы и меняете батарейки один раз в месяц в полтора что во первых накладно во вторых это всегда раздражает потому что всегда есть эти маленькие или как их называют худые батарейки triple а для того чтобы исключить это и не менять батарейки каждый раз вы можете тоже совершенно спокойно увести пульт с режима bluetooth в инфракрасный тогда батареи хватит чуть ли не на год и больше и конечно это хорошо для тех опять же у кого телевизор стоит на подставке или приставку у вас стоит интерфейсом к пульту ничто ее не перекрывает она где-то на полочке или вида висящий пол но по-любому сейчас мы преследуем другую цель и для того чтобы сделать сброс настроек нам нужно сделать обязательно перевод пульта в режим инфракрасного иначе дальше мы сделать сброс настроек не сможем как это сделать сделать это очень легко вы на пульте картины которые сейчас у вас на экране давите одновременно две кнопки сразу домик и один при этом лампочка красная которая сейчас вам обозначил на экране она загорится постоянно горящим красным светом вы держите кнопку порядка 10 секунд до тех пор пока красная лампочка не замигает когда она замигает вы отпускаете кнопки давите на любую кнопку на пульте и мигание прекращается проверить и пульту вас при этом должен продолжать работать то есть этим пультом вы совершенно спокойно можете уйти влево или уйти вправо но как проверить перестал ли пульт работать на bluetooth или он по-прежнему срабатывает именно на bluetooth тогда вам надо проверить очень простым способом закройте верхнюю часть пульта рукой и попробуйте поуправлять если управление у вас прекратилось как сейчас у меня значит режим bluetooth отключен если закрыв верхнюю часть пульта ладонью у вас продолжается управление значит что-то не сработало тогда повторите операцию снова и так еще один важный момент прежде чем делать сброс настроек и убедиться в том что мы уже перевели пульт в инфракрасное излучение правило номер два вам нужно знать две вещи вам нужно знать ваш пароль на вай фай интернет если вы подключены по воздуху и обязательно нужно знать номер вашего абонемента и ваш пароль если вы забыли этот номер или если он у вас утерян я не буду сейчас говорить о том как его восстановить но восстановить вы его можете легко посмотрев ролик если утерян пароль обязательно посмотрите его не имея пароль на вай фай и не имея пароль и абонемент картину тиви сделать сброс настройки не получится и вернуться в картину тиви будет проблематично поэтому не начинайте операцию пока в руках у вас нет этих данных если они утеряны вперед мой ролик вас ждет я думаю он вам очень пригодится там все очень просто и понятно а мы двигаемся дальше и стартуем есть простой сброс настроек который можно произвести через систему нашей настройки но он не всегда эффективен и все-таки это не полный сброс настроек постольку поскольку сделать полный сброс не намного тяжелее я вас сразу научу сделать правильный сброс для этого нам с вами понадобится обычная деревянная зубочистка если ее в доме нет можно легко заменить зубочистку чем-то очень тонким и не гибким жестким например скрепкой обычной канцелярской скрепкой для того чтобы сделать сброс настроек вам нужно взять приставку в руки у вас есть два или три шнура которые воткнуты в неё сзади два штура будет у тех у кого приставка работает в режиме wi-fi подключение без проводного три штура будет у тех у кого приставка подключена по интернетному кабелю cat5 то есть по шнуру но нас сейчас волнует одна единственная дырочка вход который у вас в данном случае но наверное почти у всех свободен если только у них не включены наушники или приставка не подключена к домашнему кинотеатру усилителю или чему-либо подобному дополнительному аудиоисточнику это гнездо свободное находится между широким как лопата шнуром hdmi и шнуром сетевого питания мы видим там дырочка с ободком эта дырочка для входа именно штекера для наушников или для подключения звуковой системы но если вы возьмете тонкую зубочистку и засунете ее в эту дырочку и чуть-чуть нажмете вы почувствуете что там есть какая-то кнопочка которую вы явно давите она даже с таким легким щелчком у вас продавится вниз так вот наша с вами задача сейчас сделать и проделать следующую операцию я вам показываю конкретно как она делается вы вытаскиваете сетевой шнур из вашей приставки и вы берете зубочистку или скрепку вставляете в дырочку давите на клавишу вы чувствуете что клавиша там кнопочка надавилась вы придерживая зубочистку упираете приставку в стол лучше это сделать лицом как говорится и придерживая двумя пальцами зубочистку давите кнопку и при этом не отпуская зубочистку вы вставляете шнур обратно у нас с вами загорается лампочка и появляется заставка картина тебе ни в коем случае мы с вами не отпускаем кнопочку и мы с вами ждем пока не появится следующая картина и смотрим на экран внимание что мы с вами видим мы видим надпись подключение к сети ожидания ip адреса о чем это говорит это говорит о том что я не нажал на кнопку я не попал зубочистки в саму кнопочку а попал где-то рядом тогда я проделаю операцию заново я опять же нажму убежусь том что а попал вставляю шнур посмотрю еще раз давайте посмотрим опять появилась картина тв я жду снова и что же я должен увидеть давайте посмотрим а я увидел то что хотел мы видим что нами всеми любимый робот android который так приветливо нам всегда машет ушками он мертв он лежит с восклицательным знаком и у нас появились надписи на экране вот мы с вами пульт от приставки его переводили в инфракрасное излучение именно для того чтобы сейчас он сработал и мы с вами могли выбрать нужную строку и так мы с вами видим синие надписи где написано первой надписью ребут но это нас не устраивает нам с вами нужна строка которая позволит нам вернуть систему фабричным настройкам такая строка у нас есть это четвертая строка вниз куда мы с вами и уходим факторы reset и мы с вами давим эту четвертую строку мы соглашаемся с тем что нам надо это сделать выбираем yes и давим окей и ждем и вот у нас появился мы обрадовались уже знакомый нам робот android он нажил но опять он вдруг умер и опять появились те же самые надписи но теперь мы с вами делаем ребут system now и мы с вами это делаем прямо сейчас нажав на первую строку на enter ждем и посмотрим что мы с вами увидим мы с вами видим заставку картины т.в. она может простоять довольно долго иногда это может занять несколько минут ждите пока не изменится картинка я в данном случае сокращу чтобы не тратить ваше время на просмотр фильма но у вас это может действительно занять время поэтому я рекомендую в этом моменте вам нажать на паузу и дождаться когда вы получите вот следующую картинку пульт не подключен нажмите любую кнопку я пробую это сделать вместе с вами пульт сработал он меня в инфракрасном излучении все в порядке и дальше мне предлагается автоматическая или ручная настройка естественно я выберу автоматическую за меня все картина теле сделала и мы с вами видим приставка по определению всегда сама выберет тип подключения если у вас включена три шнура она обнаружит интернет полученный именно по шнуру и тогда она вам выберет проводное соединение но в данном случае у меня беспроводное и она мне предлагает ему беспроводное подключение сложнее и я покажу как это сделать для тех у кого система беспроводная если у кого-то проводное либо перемотайте чуть-чуть вперед либо дождитесь когда мы будем говорить о том что делать тем у кого проводное соединение пока же я соглашаюсь беспроводным давлю кнопку enter у меня происходит поиск вайпай сетей и все сети которые сейчас у меня есть они у меня все появились вокруг это все мои соседи я вижу свой я выбираю его и мне предлагается завести пароль этот пароль я завожу с помощью пульта в данном случае мне нужны и цифры справа в обведенной рамке я вижу цифры 123 это говорит о том что пульт у меня сейчас работает в режиме цифр если мне нужны буквы то режим введение пароля меняется кнопкой select под цифрой 9 на пульте если я давлю ее один раз у меня цифры 123 на экране заменятся на буквы эй би си если мне нужны буквы большие тогда я еще раз надавлю на select и у меня появится большие буквы эй би си значит сейчас я буду вводить данные именно в режиме больших букв если мне нужны какие-либо знаки довольно часто используют в паролях в данном случае запятые знак вопроса восклицательный знак номер и тому подобное тогда в режиме маленьких букв как сейчас эй би си цифра 1 на пульте мне выдаст на экран все возможные знаки и соответственно вверх вниз влево вправо я выберу любой нажму enter и этот знак отпечатается если я ошибся буквой в данном случае да вот как сейчас она мне не нужна у меня на пульте есть под семеркой кнопка clear которая мне поможет стереть ненужные знаки сейчас я введу свой пароль вы пока заводите свой я выбираю режим цифр давлю цифры 8 дальше мне нужны маленькие буквы я выбираю букву си для этого на пульте на кнопки с цифрой 2 у меня обозначены буквы эй би си буква си у меня стоит 3 значит и три раза я должен нажать на кнопку 2 что я и делаю можно сказать не глядя на экран 1 2 3 и я знаю что у меня там стоит буква си если мне нужна буква и то она у меня стоит 2 ди и 2 значит я давлю два раза 1 2 у меня появилась буква и дальше мне опять нужны цифры я меняю режим на цифры выбираю цифры 1178 и мне нужна маленькая буква де я опять выбираю режим маленьких букв и выбираю букву д она у мне первые на тройке значит я давлю один раз я получаю букву д пароль у меня введем я ухожу вниз на окей давлю кнопку enter окей я попадаю в следующую часть настройка сети мне опять предлагают автоматическую или ручную естественно я выбираю автоматическую давлю кнопку enter у меня проходит применение сетевых настроек я вижу идет проверка доступных обновлений прошивки и мы попадаем непосредственно в ролик приветственный ролик картины т.в. его можно смотреть можно не смотреть не теряя времени тогда мы просто давим на кнопку домик мы надавили на домик и нам предлагается завести наш с вами номер абонемента мы с обговорили что он у вас в руках он нам сейчас понадобится и здесь я думаю мы присоединимся к тем кто запускает приставку по шнура если вы настраивали по шнуру то скорее всего у вас никаких сложностей вообще не должно возникнуть и вы уже сейчас также должны увидеть предложение завести пароль но все-таки на всякий случай я пройду с самого начала всю эту настройку для тех кто подключается по шнуру и так мы с вами давим соответственно enter вот тоже самое что мы делали с теми кто настраивал по вай файл и также мы с вами увидели надпись автоматическая настройка она нам предлагается по определению ручную мы не трогаем и давим кнопку enter у нас идет проверка уж данном случае по сети мы видели там белькнули два раза окей окей мы попадаем в ролик чтобы не терять время на его просмотр просто а нажимаем кнопку домик и попадаем сюда же где мы с вами и встретились теми кто настраивался по вай файл и теперь дальше мы будем двигаться вместе и сейчас все вместе будем заводить уже непосредственно абонемент картины т.в. и так смотрите мы с вами вводим пароль пароль вести очень просто мы с вами заводим цифры данном случае мы их видим потому что здесь все легко я завожу свои цифры я сверился в том и убедился что абонемент у меня правильный мы сделали то же самое и тогда мы переходим одним шагом вниз выбираем соответственно строку пароль у нас прыгает там курсор вертикальная палочка и мы заводим цифры пароли друзья мои цифры пароля заводите по одной и каждый раз бросив взгляд на экран убедитесь том что у вас появилась одна звездочка цифр не будет поэтому вводите крайне аккуратно именно на этой части люди чаще всего ошибаются и заводят не те пароли я обвожу первую цифру я убедился в том что у меня появилась звездочка что цифра правильная я обвожу вторую и так я сверяю по одной все цифры мы с вами проделываем эту операцию я ввел все цифры и прежде чем нажать окей я еще раз проверю сам себя я посчитаю количество звездочек их у меня 6 все правильно я в этом убедился я уверен в себе что я нажимал нужные цифры я ухожу вниз и давлю кнопку окей я вижу надпись подключения и я вижу четыре строки я предпочитаю выставлять http это для соединенных штатов америки но я знаю что в европе очень многие смотрят телевидение на параметрах hls данном случае я выбираю http и давлю кнопку enter обратите внимание сейчас у нас звездочка стоит на дэш а если мы нажмем на enter то звездочка перепрыгнет в новый параметр это меня устраивает http это то что я хотел я ухожу вниз и выбираю кнопку окей и мы с вами попадаем в новую часть настроек нам предложено выбрать сервер обещания ну и еще какие-то параметры которых мы сейчас быстро тоже поговорим сервер обещания это всегда по вашему региону приставка выбирает как правило тот что нужно в данном случае я нахожусь у нас на этом же самом побережье что у меня и выбрана это из кост но у меня я знаю в майами хорошо работает также сервер юэсэй норс как поменять я вам сейчас покажу мы выбираем выбранный сервер давим это у нас появляется сервера которые предложены картиной tv по всем регионам мира три сервера в европе три в сша и на востоке есть тоже сервера пожалуйста можно все это выбрать если вы в европе посмотрите в какой я в данном случае выбрал юэсэй норс я знаю что у меня очень хорошо работает и дальше я смотрю время буферизации битрейт вещание я оставляю на авто и вам советую а вот время буферизации я советую поменять у вас по определению стоит три секунды изначальные но я их всегда меняю если у вас приличный интернет выставите 5 если у вас интернет чуть хуже поставьте 8 я предпочитаю всегда ставить 8 секунд как поменять та же самая система выбираем 3 секунды давим enter соответственно идем вниз выбираем 8 секунд давим enter у нас с вами стоит 8 секунд задержка обещания устанавливается по разнице времени с москвой если вы смотрите московские каналы разницы с киевом если вы смотрите например украинские или с разницей с армении если вы смотрите армянский но если вы хотите смотреть и ориентироваться на программу передач по московскому времени тогда вы выставляете разницу с москвой в каждой стране она своя я знаю что у меня она в соединенных штатах сейчас на моем побережье в майами с москвой составляет 7 часов если кто-то переводе часы она может быть 8 как поменять разницу задержки вещания то же самое вы давите на выбранную вами цифру который у вас данном случае стоит у вас появляется выбор имейте ввиду что конечно это не весь выбор и он не от 3 до 9 у вас на тройка есть до единицы а под девяткой до 12 и 0 значит зачем нужен 0 0 нужен для тех кто хочет получать сигнал из россии в прямом вещании кто не хочет вообще никакой задержки это прежде всего касается любителей спорта которые любят смотреть соревнования ну живую как говорится там судья свистнул а здесь уже смотрим это тогда легко изменить не всем женам это нравится хотя болельщики конечно мужчины гречат мне это важно друзья мои я не советую делать это это не очень удобно для остальной программы передач выставлять 0 выставите по времени тому которая есть у вас тогда будет картина которая была когда-то в советском союзе когда существовала практика переводить или задерживать вещание на дальний восток или на дальний север и конечно так было удобней потому что привычно одну образно говоря программа время начиналось в 9 часов вечерние программы шли вечером а не утром они наоборот и поэтому даже если болельщику очень важно посмотреть матч в живую можно найти легкий компромисс и научиться за одну минуту менять режим приставки для того чтобы перевести в режим 0 прямого вещания и перед футбольным матчем за одну минуту эту операцию проделать как это сделать обещаю выставить очень короткий ролик как сменить часовой пояс за одну минуту буквально вот может быть сегодня завтра его выставлю и так сейчас данном случае мы выбираем то что у меня в америке 7 уходим вниз и давим кнопку ok это не все у нас вроде бы все подключено но это далеко не все дальше нам нужно полностью настроить приставку у меня есть отдельный ролик который так и называется подключение картины тиви его и там все это очень подробно описано но для того чтобы не заставлять вас переходить туда и искать нужные моменты так и быть я по пройду это все вместе с вами еще раз давайте все повторим мы с вами уходим опять в настройки влево или вправо это без разницы выбираем квадрат настройки в белую рамку давим enter мы с вами заходим в настройки и первое что мы с вами видим это папку общие квадрат общие мы давим это сейчас нам нужно туда заглянуть у нас стоит выбранная по определению до скрывать ли дополнительные настройки а нам нужно в них попасть поэтому мы выберем нет опять же нажав на это выбираем нет и давим enter мы с вами выбрали нет и теперь нам нужно вернуться обратно у вас на пульте есть гнутая круглая стрелочка под кнопкой enter мы давим ее один раз и возвращаемся назад мы не уходим отсюда а идем в настройки непосредственно картины тиви мы заходим внутрь и давим это здесь стоят параметры выбранные нами но нас интересует дополнительные настройки мы идем вниз выбираем дополнительные настройки и меняем здесь несколько параметров первое что я рекомендую вам поменять но это ваше право потому что кому-то это нравится кому-то нет я считаю это лишние функции которые только лишнюю информацию выводят на экраны многих путают поэтому я считаю что в принципе расширенная программа передачи вам не нужно там нет какой то либо дополнительной информации которые вы не получаете из обычной программы поэтому вы давите enter и мы ее выключаем это четвертое окно вам не нужно не будем вдаваться в подробности можете оставить можете нет моя рекомендация выключить что касается телетеки функция хорошая она дает вам возможность получить на экран программы передач в тиви гайде не только красные привычные нам всем буковки арк где программа записана но и синий буковки т т телетека и это программы которые будут записаны для вас уже без реклам функция очень хорошая замечательная и удобная но к сожалению она глючит наши ребята из технического отдела пытается поправить эту ошибку и до тех пор пока она не будет исправлена я рекомендую выключить телетеку потому что если вам конечно нравится и вы миритесь с тем что происходит глюки то пожалуйста оставьте но меня не раздражает больше чем за одну минуту там или за одну секунду перемотать рекламу но что это за глюк и как он выглядит если вы оставляете на паузу или даже иногда где-то между программами между нарезками вдруг ни с того ни сего передача перепрыгивает на начало или вообще на другую передачу и это опять надо искать где вы остановились мне это честно сказать очень не нравится поэтому я рекомендую выключить но это ваш выбор это ваше право что здесь еще можно сделать это поменять код для закрытых каналов как это сделать я рассказывать об этом не буду я только скажу что такая возможность есть но говорить я это не буду в целях безопасности для того чтобы если кто-то случайно из детей не увидел этот ролик чтобы он не знал как здесь и что менять поэтому обратитесь в службу технической поддержки индивидуально и подтвердив как говорится ваше совершеннолетие наши техники с удовольствием от 24 часа в сутки 365 дней в году подскажут вам как это сделать помните что вход в закрытые каналы у вас есть он проплачен и никакой отдельной платы от вас не требуется если он не работает это только потому что вы не знаете как в него зайти звонок в германию бесплатный телефон сейчас у вас на экране не только по сша который вы видите но и вот здесь по всем странам не буду держать долго нажмите на паузу и перепишите ваш а мы двигаемся дальше мы с вами все сделали и мы с уходим в кнопку закрыть вниз и давим кнопку enter вот теперь здесь все настройки у нас завершены и мы опять с вами возвращаемся назад давим гнутую круглую стрелочку колесиком под кнопкой это мы вернулись сюда где настройки у нас не закончены мы с вами уходим вниз мы с вами идем в дополнительное и меняем здесь два параметра прежде всего мы заходим вниз и в квадрате прочее куда бы тоже с вами заходим мы видим управление питанием и мы с вами меняем режим 120 минут нажав на enter на режим 5 часов опять нажимая на это у нас войны выставлено 5 часов теперь приставка не будет нам выключаться каждые два часа мы возвращаемся опять назад и заходим в квадрат системные давим на это и здесь мы с вами видим вторым квадратом надпись экран мы заходим в него и и давим кнопку enter мы с вами видим вторым квадратом скрин позиция на экране мы его выбираем и давим кнопку enter и теперь у нас с вами появляется справа зум-ин и зум-аут мы с вами выбираем зум-аут нижнюю строку и по одному разу давим до тех пор пока сто процентов под надписью скрин позиция у нас не поменяется на 92 93 92 отлично операция проделана мы с вами давим кнопку return и возвращаемся еще раз назад и еще и попадаем в квадрат на настройки теперь нам остается настроить youtube и подключить телевидение как настроить youtube я рассказывать не буду добро пожаловать в ролик не работает youtube что делать и там абсолютно точно показано как настраивается youtube а нам с вами остается настроить картину тиви новую и старую с новой картиной и все очень просто мы выбираем квадрат оранжевый картина тиви давим enter ждем его загрузки и подключения он включается значит он настроен он настроен теперь мы можем выйти отсюда нажав кнопку домик а не на кнопку return выход из картины тиви новый всегда производится нажатием кнопки домик теперь нам остается только подключиться картине тиви мы выбираем белый квадрат и давим кнопку enter идет загрузка данных и у нас с вами установлена картина тиви я думаю что я вам помог с вами был ведущий и автор программы юрий денман оставайтесь с нами ставьте лайки подписывайтесь на канал мы всегда рядом до новых встреч в эфире берегите себя